Всем привет! Хотели бы сразу поблагодарить наших подписчиков и гостей канала, которые посмотрели предыдущий ролик и приняли активное участие в обсуждении. Оставили очень много комментариев, мы их все прочитали, изучили, постарались ответить на комментарии. В России было представлено нам очень много вариантов, кто-то предлагал нам добраться сначала до Краснодара, сделать там пересадку и доехать до Анапы, кто-то предлагал доехать до Новороссийска, сделать пересадку и доехать до Анапы. Также нам предложили долететь до Сочи, а там на Ласточке доехать до Анапы. Вариантов много. Также поделились впечатлениями о покупке билетов люди. Да, свои истории рассказали. Свои истории, да, очень познавательные, изучительные. Кто-то покупал через кассу билеты, не смог купить. Кто-то также покупал билеты, как мы, в приложении и тоже полностью не смогли купить. Кому-то наоборот посчастливилось. Зашли и сразу все купили. То есть, очень много комментариев. Большое спасибо за лайки и дизлайки. Мы все варианты изучили, посмотрели. Какие-то варианты интересные, можно принять во внимание. Но... Не в данной ситуации. Да, не в данной ситуации. Варианты, конечно, с пересадкой. Да, так как у нас мама пенсионер, плюс собака, это тоже лишние проблемы. То есть, нам идеально сели и приехали, и вышли. Да, если бы мы ехали вдвоем, мы могли бы доехать и на плацкарте. На боковушках. На боковушках, да. Причем плацкарт, он спокойно лежит. Даже на фирменной можно, мне кажется, было. Да, на фирменной можно было купить. Конечно, я как бы не смотрела, не буду прямо утверждать. Ну, может быть. Ну, другие, да, более такие быстрые поезда, плацкарт, пожалуйста. Ну, не в этот раз, конечно. И даже удивительно, что... Я вот помню в своем детстве, раньше, если семьей люди ехали, брали, конечно, купе выкупали. А если так, один-два человека ехали, ехали в основном плацкарте. Но сейчас, смотрю, все выкупают купе. Для того, чтобы, наверное, комфортнее было ехать. Да, вот на самом деле, вот почему РЖД не мониторит вот этот спрос. Если, на самом деле, раньше старались купить плацкарт. Купешки вон лежали спокойно, их и не покупали. Если сейчас пошел такой большой спрос на купе, почему бы не добавить эти вагоны купейные? Тем более, вот я какой-то поезд смотрела, там всего два купе вагона. Ну, это по нынешнему спросу. И один купе с животными, а другой купе без животных. Ой, один вагон с животными, другой вагон без животных. Ну, ладно, с животными мы пока это оставим. Я просто вот про это. Или взять, например, тот же вот 104-й двухэтажный, который в Сочи ходит. Там один вагон СВ в лед улетает. Ну, если такой... Дорогой вагон, дорогие билеты, если такой спрос, почему не добавить еще? РЖД же только вот в плюсе будет. Ну, или я что-то не понимаю. Ну, я так думаю, что лишних вагонов СВ нету. Поэтому, чтобы добавить один вагон СВ, нужно его откуда-то снять. Значит, тот состав будет без СВ. Сделать. Завод-то работает? Завод-то он работает, да. Но у нас всего несколько заводов по России, которые делают пассажирские вагоны. Ну, значит, вот именно. Сделать заказ на то, что на данный момент пользуются спросом. Чего вот эти вот плацкарты лепить, если их вон они лежат, их не берут? Плацкарты тоже разбирают. Когда уже заканчиваются купе, то разбирают уже и плацкарты. Ты вспомни, мы когда вот, ну, мы вот специально плацкарты... И стоимость, кстати, не меняется. Она фиксирована на плацкарты, даже на фирменный поезд. Вот еще одно. Не забывай, что все могут позволить себе купе купить. Или это их плацкарты тоже надо. Я смотрю, что это... Ну, южное направление, это люди уже берут плацкарт, когда уже заканчивается купе, и нужно на чем-то уехать. Поэтому можно уехать на плацкарте. Я же не говорю вообще отказаться от плацкарты. Пусть он будет. Но смотреть ситуацию, что вот именно разбирается. А еще мне непонятно, почему в Сочи ходят сейчас три двухэтажных поезда, а в Анапу ни одного. Может, в Анапу не позволяет сеть ходить двухэтажным поездам? Если кто знает, напишите. Да, очень интересно. Меня вот этот вопрос мучает. Почему в Анапу не пускают двухэтажные поезда? Как стала изучать поезда, меня вот с этого момента мучает этот вопрос. Почему? Хотя спрос в Анапу огромный. Не меньше, чем в Сочи и в Адбер. Поездов меньше, меньше, чем в ту сторону ходят. Хотя там, кроме Анапы, куча еще всяких этих поселков, куда народ разъезжается именно с поезда Анапы. А плюс, я уже, как раньше говорила, куча там этих лагерей, куда дети едут. Поэтому, да, двухэтажный не помешал бы. Ну вот и подошло время для покупки наших билетов обратно. Как всегда, мы зашли с утра в приложение. В этот раз мы решили покупать на разные поезда, чтобы хоть что-то успеть купить. Да, потому что сначала это я обрадовалась, думала, о, сентябрь наступил, ажиотаж упал. Ажиотаж упал, только и поезда убрали. Какие-то через день стали ходить, естественно, на наш день не попадают. Какие-то просто убрали. Светлана старалась купить все-таки на скоростной поезд билет, а я уже покупал на более-менее, да, обычный пассажирский, который хотя бы более-менее идет не очень долго. Ну и как всегда... У меня все в пролете. Опять та же самая ошибка выскочила. Кстати, хочу тоже вот сказать. Тоже вот этот вот признак, тариф, господи, я уже не помню, что думаю, да что ж это такое-то. Ну, потом уже вечером думаю, попробуй, вот по одному. Вот я каждого пассажира, я забила, и у меня до оплаты все прекрасно прошло. То есть, получается, вот если бы мы с тобой сели, например, ты на себя покупал, я на себя, да. Ну, получается, мы бы купили. Ну, возможно, да, возможно. Если бы я вошел в это приложение. Не, ну ты же вошел в этот раз. В этот раз я вошел, да. Вот просто имейте в виду, может быть, на этот фирменный не стоит сразу скопом всех забивать, да, вот как мы сразу три билета. Может быть, на самом деле вот так вот по одному и проходят. Ну, а также мы подобрали поезд, который, так сказать, люди, после того, как уже билеты про все продали на скоростной поезд, на более-менее вот эти поезда, которые идут не очень долго. Там есть еще один поезд, который уходит в 4 утра и приходит в обед в Москву. Но мы посмотрели, что билеты на него уже разбирают после того, как уже исчезают все вот эти билеты на все эти поезда. Да, да, то есть, ну тоже на тот поезд билеты расхватывают, тоже нельзя терять время, вот. Ну, в итоге подошло время Че, Светлана зашла в мобильное приложение, в этот раз мы смогли зайти, только у Светланы, как всегда, в очередной раз вышла ошибка. Я зашел в мобильное приложение и уже стал покупать билеты на другой поезд, который идет более-менее побыстрее, чем совсем уже там дополнительные поезда. Вот. В итоге мне удалось купить билеты. Уже пока я сидела со своими ошибками, Виталия уже все билеты купила. Я уже все купила билеты, а Светлана все разбиралась, какие-то ошибки у нее почему влезают. Вот. И вот я тоже вот думаю, вот разработчики вот этого приложения, ну даже вот кассир, если получается, что у кассиров тоже эти билеты, ну вообще я считаю, это вообще неправильно, что в кассе вот, да, уходят эти билеты. Как говорится, как я сказала, волшебная кнопка, да, что ты, ну, это вообще неправильно. То есть у кассиров это вот табу должно быть, ты нажал вот эти билеты, все, они твои. Ну, по идее, в мобильном приложении должны такая же быть. Я просто к чему. Если ты выбрал места и уже начал оформлять, то... Вот, они должны окраситься там, я не знаю, какого там цвета нет, синего, например, да, вот, ну, какой-то, они должны окраситься в какой-то цвет. Ты когда зашел в тот же фирменный поезд, все билеты синие, все, там ловить нечего. То есть я пошла искать там какую-то другую... Получается, правильно, на одно и то же место, там 100 человек заходят, как говорится, ну, кому повезло. Ну, почему нельзя как-то вот что-то вот разработать, вот это, чтобы показывало, что все, вот эти места в работе, их пытаются купить. Было бы намного удобнее. Ну, значит, нет у нас таких программистов, которые это могут сделать. Ну, или просто не нужно это. Или ненужная функция для РЖД. Ну, да, это же нам комфорт, удобство, а им-то... Нет, ну, я просто... А они знают, что билеты продадут в любом случае, их выкупят, поэтому они и не парятся. Я просто даже для кассиров, ну, у них же тоже это же будет гореть, они будут ездить, что я... Для кассиров это для меня странно. Ну, да, вот это вот, конечно, то, что нам написали, что вот как-то же в кассе покупали, там, часть билетов купили, часть ушло. Ну, это вообще неприемлемо. Ну, РЖД, то есть, свою варку не держит, ну, как так? Ну, я еще ладно допускаю, там мы через это мобильное приложение не можем купить, но на кассе это вообще позор. И по случаю удачных покупок билетов мы решили это дело отметить первый раз. Так тяжело покупали билеты, поэтому решили посидеть. Такой у нас первый раз, когда непонятно, уедешь ты в отпуск или не уедешь. Когда я уже рассматривала вариант на машине ехать, что для нас вообще неприемлемо. Уж как-нибудь бы туда. Ну что, за удачную покупку. Ура! Ура! Ну что, надо попробовать уже свою клубничку. Мы были... Первый урожай. Да, первый урожай, небольшой, но подмосковная клубника уже начинает спеть. Да, вот вернулись с деревни. Несмотря на то, что весной были заморозки, она немножко у нас подмерзла. Ну, все-таки вот урожай начало давать. Ну и также решили попробовать черешню. Купили на рынке разную. Узбекскую и крымскую, вроде сказали, да? Вот хотели рассказать для сравнения цены. Просто сейчас с юга много уже видео, естественно, там про цены на фрукты говорят. Цены, конечно, зашкаливают, я хочу сказать. Вот с нашего рынка, с московского, черешня, значит, тёмная, красная, она по 300-350, белая и розовая. Ну, не белая, как это? Розовая. Розовая, да. 300 рублей. И 250. Да, и 250. Абрикосы 150, 180, 200, ну, такой разброс, да? А персики почём? Персики 180 и 200. Ну, и клубника 350. Это не инжирный или инжирный? Плоский. Плоский, да. Инжирный мы видели за 180. Вот груши у нас 120, 160 и за 250 продают. Нарадо. Ну, и клубника 350. Да, 300, 350, ну, ещё и есть 400. Клубника непонятно откуда, потому что вот такая вот вся здоровая, как на подбор, прям ягодка к ягодке. Мы её не берём пока. На рынке я ещё видел клубнику из Белоруссии. Сначала цена была 200 рублей, а через неделю цена выросла уже до 300 рублей. Но клубника там как раз из Белоруссии вот такая же, как наша. Такая не очень крупная. Короче, невзрачная. Да, невзрачная. Как будто её в Подмосковье вырастили. Не такая гигантская, как вот турецкая и египетская. Ну что, Светлана, продолжаем дальше отмечать удачную покупку билетов. Ну, всё, теперь можно спокойно выдохнуть и уже переключиться на сборы. Да, теперь мы будем выпускать в том числе видео, которые будут рассказывать про наши покупки на юг. Особенно для собаки нашей. Потому что, как мы поняли, что мы не подготовлены были для поездки с собакой на юг. Надо кое-что подкупить ей. Мы уже это, конечно, начали приобретать. Вот, наше будет видео потом, что мы приобрели. На юге мы снимем, как она будет выглядеть в этих покупках. Вот, так что продолжайте смотреть наше видео. Ещё раз большое спасибо за ваши комментарии, которые вы нам оставляете. Мы стараемся их все изучить. Нам, нам интересно. Да, нам интересно. В этот раз тоже пишите нам комментарии. Будет интересно, смогли ли вы купить билеты на обратный путь. Как вы их покупали. Может, какие-то заминки произошли. Или вообще не смогли купить. Потому что некоторые писали нам люди в комментариях, что даже пришлось двигать отпуск свой. В связи с тем, что невозможно было купить билеты на конкретную дату. Это вот хорошо, можно подвинуть. А вот у меня всё тогда. Да, вот, допустим, у меня ещё можно отпуск подвинуть, там договориться. А у Цветланы подвинуть. Там всё чётко. Да, всё чётко день в день. Не ушёл в этот день, значит... Езжай в деревню. Езжай в деревню. Ну, или будет меньше отпуск на один или два дня. Тут здесь тоже так вот. Ну, да. С другой стороны, у нас вестевой дом-то забронированный. И там тебя тоже никто не будет сидеть и ждать, когда ты приедешь, не приедешь. Ну, а что делать? Согласят ли там тоже номер подвинуть податом. Нет, в руках это. Входят в положение. Ну, некоторые ходят, ну, знаете, везде по-разному. Да, вот. Поэтому, ну что, Светлана? Выдохнем. Выдохнем. Всё, билеты. Я уже даже распечатал билеты, чтобы уже были под рукой. Хотя их не... А, да, и самое главное, у нас теперь собака тоже с билетом будет. Ручная кладь. Да, ручная кладь, багаж. Будет предъявлять теперь проводникам свой билет. И туда, и обратно. Ага. Ну, и давай поднимем тост за наших подписчиков, гостей канала. Оставайтесь с нами. Нам очень приятно, что вы пишете комментарии, что вы нас поддерживаете. Давай. За вас, за всех. Ну, и в конце хотим, как всегда, сказать, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Пишите комментарии. Мы их все изучим. По мере возможности ответим на все комментарии. Оставайтесь с нами. Смотрите наши дальнейшие видео про юг.